Хочу немножечко познакомить с территорией. Вот изображение нашей территории. Территория небольшая, состоит из двух частей. Заповедное ядро – это те самые реликтовые леса, которые с 1931 года здесь охраняются. Территорию выбрали специально для научных изысканий, то есть искали ее целенаправленно, выбрали, ограничили. И по становлению от 31 декабря 1931 года эта территория в конце концов была объявлена заповедником. И вот наше заповедное ядро, посмотрите, всего лишь 25 тысяч гектаров, ну почти 25, 25 квадратных километров, грубо говоря. Но это уникальная территория, леса нетронутые человеческой деятельностью на протяжении как минимум 500 лет. Да, деревья у нас не очень старые. Средний возраст деревьев – 118 лет, ну то есть 240 примерно самые старые. Но они падают, погибают, восстанавливаются. Это все происходит естественно, это все происходит в балансе. Вот этот баланс, вот эти вот самовосстанавливающиеся экосистемы, нетронутые человека, мы здесь и охраняем. И следующий контур, вот такой тоненький красный, это буферная зона, так называемая зона рационального природопользования. Она представлена смешанными лесами и сосновоболотными сообществами, в частности вот Старосельский мох болота, здесь Катин мох болота, да, Демидовский мох, много глухаринных таков вековых в том числе. Вот. И как раз вот в основном по территории охранной зоны проходят наши экскурсионные маршруты. Мы сейчас с вами зайдем на тропу, на которой видны будут практически все наши биотопы, за исключением, да, то есть все наши ландшафты, за исключением болотного. Мы с вами все сможем посмотреть, и я расскажу, почему в заповедном ядре никто не ходит, даже животные мало какие.